Давайте начнем. Сегодня мы закончим историю про все три, на самом деле их четыре, распределения гипса. четвертая, как бы у вас в курсе, не рассматривается, и уйдем в квазиклассику, не знаю, насколько далеко я сегодня успею уйти в квазиклассику, и желательно, конечно, добраться бы где-то там до распределения Максвелла, но посмотрим, успею я или нет. Короче говоря, насколько я помню, на прошлой лекции я закончил ее длинной-длинной формулой, где я выводил большое каноническое, пользуясь каноническим, правильно? Там была такая длинная формула из трех экспонент состоящая, правильно я говорю? Вот, тогда я ее переписывать просто не буду, потому что ее долго переписывать, она длинная очень, и давайте, но она у вас перед глазами, я надеюсь, и мы прямо с этого и начнем момента, поэтому давайте скажем такие слова, вот эту формулу, которая у вас там под рукой расписанная, длинная, просуммируем, что мы будем делать? Просуммируем по всем микроскопическим состояниям термостата, которые мы обозначаем индексом, индексом t, маленькая в принципе, по всем микроскопическим состояниям термостата, и подчеркнем, что при фиксированном n круглое минус n нашей системки, при фиксированном n круглое минус n прямое в нашей системке, иначе при фиксированной вот этой величине, иначе мы не можем использовать каноническое распределение гипса, потому что оно выведено для фиксированного числа частиц, то есть при фиксированной в этой величине. Короче говоря, значит, сказав вот эти слова, а вы глядите на последнюю формулу, я пишу, что w с индексами n и новым индексом n большое, потому что вы получаете еще распределение по числу частиц, которого раньше не было, получается из прошлого w, которое было с индексом n, суммированием по микроскопическим состояниям термостата t, и при фиксированном n круглое, можете сюда, давайте допишу, при n круглое минус n нашей системки константа, иначе мы не можем пользоваться каноническим распределением гипса. Так, применяем, значит, первое слагаемое, ой, первый множитель из тех экспонент у вас остается нетронутым, экспонента единица на тета f термостата от n круглое термостата, нетронутым, потому что здесь индекс термостата, это не индекс микроскопического уровня какой-то там свободной энергии, вы иногда так путаете, это просто название, свободная энергия термостата. А вот ко второй экспоненте, где живет энергия минус е термостата, это вот у нас как раз микроскопический уровень обозначен, по которому мы суммируем, поэтому ко второй экспоненте, применяя, вы получаете здесь минус единица на тета, ну прямо пользуясь формулой канонического распределения гипса, f термостата, и здесь длинно, значит, n круглое термостата, термодинамическое, кудрявое, плюс n нашей системки, и минус n точное поштучное нашей системки, минус n точное поштучное нашей системки, закрываю я эту скобку и фигурную тоже, потому что эту экспоненту мы рассмотрим отдельно, значит, здесь написано n термостата плюс n нашей системки, минус n прямое, не влезло, нашей системки точное поштучное, умножить на экспонент, так, сюда напишу, умножить на экспоненту, и здесь у вас живут характеристики нашей системки, f наш, я пока не опускаю индекс нашей системки, потому что пока не общего характеризуется результат, от n круглого нашей системки, и здесь у вас еще живет минус уровень, e n от n точного нашей системки, n точного нашей системки, и здесь живет θ, и здесь живет θ. Короче говоря, все остались у вас со множители нетронутыми, кроме одного, которое у вас появилось новое, после применения этого суммирования, остальные нетронутые. Дальше следующий шаг, дальше следующий шаг, ну давайте мы его проговорим. Он, в принципе, полностью аналогичен выводу канонического, когда вы пользовались микроканоническим. Следующий шаг, напишем ряд Тейлора, напишем ряд Тейлора, и я сразу оговорюсь, сразу до первого слагаемого. Напишем ряд Тейлора, сразу до первого слагаемого, и следующее, сразу скажу по аналогии, по точной аналогии, следующее по аналогии, И, учитывая, что термостат у вас большой, и это было сделано в первом выводе, точно так же. Следующее, так как у вас оно будет порядка N к N термостата, а термостат у вас большой идет к нулю. Следующее, по аналогии, мы опустим сразу. Короче говоря, записывая ряд Тейлора сразу до первого слагаемого, для следующей разности свободных энергий мы получаем F термостата от N круглая термостата термодинамическая плюс N круглая нашей системки, минус N поштучное прямое нашей системки. И вот здесь минус F термостата от N термостата круглая термодинамическая. Но я сразу говорю, напишу приближенно, потому что все-таки я, хотя я и проговорил, что сразу пишу до первого слагаемого, и там по аналогии с первым выводом все точно так же вылетает. Тогда здесь у вас будет просто D F термостата от N термодинамическая термостата. Здесь D, N термодинамическая термостата, все круглые буквы. И здесь N круглая нашей системки, перенесу, не будет видно, умножить на N круглая нашей системки, минус N нашей системки, это индекс, который внутри, минус N прямое нашей системки. Так, это мы написали сразу до первого слагаемого, но дальше напишу равно. Дальше напишу равно. Так, промежуточные вещи, которые мы должны вспомнить фактически из термодинамических потенциалов. D F термостата по D N термостата, это у нас что из термодинамических потенциалов, если вы помните из термодинамики? D F термостата по D N термостата, что это? Мю. Это химический потенциал мю, ну термостата, да? Но так как у вас, отметьте себе, это раз промежуточная мысль, но так как у вас есть условия равновесия, термодинамического равновесия, наша система плюс термостат, наша система плюс термостат, то естественно у вас мю термостата совпадает с мю нашей системки, совпадает с мю нашей системки, и вот дальше, так как все промежуточное я закончил, и вот дальше у вас тогда получается достаточно симпатичный результат для вот этой разности, которая у вас жила в экспоненте, да? То есть это мю, уже подчеркиваю, что это мю нашей системки, уже опускаю индекс, мю единое, да? Ну а здесь еще напишу, ладно, N нашей системки термодинамическая, минус N прямое нашей системки. То есть вот что получается, если вы раскладываете эту вещь в ряд, который у вас живет в экспоненте. Все это наводит на одну и ту же мысль, что самым точным распределением из всех, которые у вас есть под рукой, является то самое полуфабрикатное микроканоническое, в котором нет никаких приближений. В нем нет никаких приближений. И вот неудивительно, что сейчас, если строится какая-то, допустим, термодинамика для малого числа частиц, есть сейчас такие, как бы науке, отдельно развивается термодинамика малого числа частиц, то они отталкиваются сразу от такого недоделанного полуфабрикатного микроканонического распределения гипса. Потому что все остальные это приближения Так, ну а тогда, итого, возвращаясь в экспоненту Потому что это все у вас жило в экспоненте Вы получаете, так и напишите, возвращаясь в экспоненту Мы получаем, что та самая W с индексами, только теперь двойным N и N То есть это та самая W из смешанного квантово-механического состояния системы Зависящая теперь от θ, x и μ Ну x это V и A у нас по традиции θ, x и μ У вас получается набежала такая, значит, E в степени А вот здесь я опущу индексы нашей системы везде Потому что уже получается результат общего характера E в степени минус μ Так, N круглая термодинамическая, минус N точная поштучная θ, это то, что мы получили как бы только что И у вас еще остается то, что нетронутое там было А нетронутое у вас было, это E в степени F свободная энергия Минус EN, это как раз уровни энергии нашей системки маленькой На θ Вот что у вас получается после вот этого приближения на самом деле И возвращения в экспоненту Вернувшись в экспоненту, у вас собирается тогда такая конструкция Все это подводите под общий знаменатель Ну давайте запишу Значит, E в степени F минус μn Тут как бы термодинамика тоже играет Минус EN Минус EN плюс μn Плюс μn И здесь θ И здесь θ Так, ну вспоминайте, что такое F минус μn в ваших термодинамических потенциалах Это что? Это омега Поэтому здесь у вас набегает первый недоделанный, неудобный, но уже вид Большого канонического распределения гипса Е в степени омега Минус EN Минус EN Плюс μn Плюс μn И здесь θ Первое недоделанное, как бы неудобное, без всяких статсум Но уже как бы большое каноническое распределение гипса Дальше Но у вас есть условия нормировки Наложенные на WN Поэтому из условия нормировки Давайте я на единицу Значит, ну давайте я сразу напишу, что у вас получается тогда, что единица из условия нормировки Это есть Ну, E в степени омега к тета выскакивает за любую сумму Поэтому единица Здесь е в степени омега к тета Здесь е в степени омега к тета Кратко написал А здесь сумма, но она у вас и по n, и по n Двойная И по n, и по n И под ней живет е в степени минус EN Значит, если я минус вынес, тогда минус μn Минус μn к тета В лоб применили условия нормировки Чуть-чуть сократил запись Но она, ваша WN, она нормирована на единицу Но эту мысль простую я и записал Так, тогда у вас получается, что вы можете избавиться от всей конструкции Е в степени омега к тета Неудобный Если введете статистическую сумму большого канонического распределения гипса Поэтому обозначим Z с волной Z с волной Статистической суммой Или большой статистической суммой Или статистической суммой большого канонического распределения гипса То есть следующую конструкцию Z от тета х и мю Z от тета х и мю Это у вас сумма Это инструмент Это как бы сама сумма физики не содержит в себе Но это инструмент вспомогательный Потому что если вы ее посчитали У вас под рукой все Здесь Е в степени Минус ЕН Минус ЕН И вот здесь место, которое вы забываете на экзамене в аспирантуру Очень часто Что у вас ЕН должно быть найдено Из уравнения Шрёдингера для каждого числа частиц Потому что у вас число частиц бежит Поэтому подчеркивайте всегда Что у вас здесь ЕН от Н Минус ЕН от Н Минус мю Н Минус мю Н И здесь к тета И здесь делить на тета Так, замечательно Если вы ввели такую статсуму Как вспомогательный инструмент То вы видите тогда у этой схемы Выход на макроскопику Потому что пока эта схема микроскопическая висит Как бы никому не нужная И как она связана с терминометическими характеристиками Непонятно Ну а теперь вы видите Что тогда ваша омега Вот как раз выход на макроскопическую характеристику Зависящая от тета х и мю Зависящая от тета х и мю Это минус тета логарифм z с волной Минус тета логарифм z с волной Ну прямо из условий нормировки Если вы обозначили Прямо в лоб это и пишите От тета х и мю зависящая И у вас получается та же самая схема Справа у вас живет микромир У вас живет микроскопическая какая-то схема Потому что z с волной подсчитывается Исходя из микроскопических соображений И эта вещь привязывается к макроскопическому Тому самому омега Которое у вас было в термодинамике Термодинамическому То есть у вас вот эта микроскопика Привязалась, слава богу Через термодинамические потенциалы Которые у нас под рукой Уже к макроскопическим характеристикам И тогда у вас получается Окончательная удобная схема Для большого канонического распределения гипса Давайте я допишу W у нас с индексами n и n от тета х и мю Если вы ее записываете через статсуму Самый удобный вид записи, на мой взгляд Единица на z с волной И здесь тогда e в степени И здесь тогда e в степени Минус e n Не забывайте, что для каждого числа частиц У вас должно быть это e n от n Минус мю n Минус мю n на тета Итак, перед вами Немножко порядок поменял Это должно для красоты было быть внизу А у вас А само W должно быть повыше Как бы Но перед вами возникла Давайте Короче говоря Перед вами возникла схема Большого канонического распределения гипса Большого канонического распределения гипса Ура, что называется Мы его получили И давайте теперь его немножко поизучаем Как бы, а про что оно нам рассказывает Поэтому я продолжаю историю пока Про большое каноническое распределение гипса И напишите Ну давайте какой-нибудь под заголовок напишем Свойства большого канонического распределения гипса Свойства большого канонического распределения гипса Свойства большого канонического распределения гипса Или подсчет дисперсии числа частиц Или подсчет дисперсии числа частиц Потому что у вас теперь есть новое У вас есть распределение по числу частиц Или подсчет дисперсии числа частиц Так, ну давайте шаг какой-нибудь первый сделаем Тут как бы не быстро по сравнению с каноническим Но как бы зато результат полезный Рассчитаем с помощью большого канонического распределения гипса Рассчитаем с помощью большого канонического распределения гипса Дисперсию полного числа частиц Дисперсию полного числа частиц Введя для удобства дифференцирования по параметру β Как единица на θ Уже было такое Введя для удобства β как обратную температуру Так, ну и давайте, что называется, мучиться начнем Значит, n среднее То есть n точное поштучное Усредненное по распределению Которое теперь у вас есть Для числа частиц Но это как раз то самое n круглое термодинамическое Которое приходит как бы к вам в термодинамику И если у вас есть распределение То это по определению так Единица на z с волной Единица на z с волной Ну а здесь сумма Здесь по n и n n в строке И вы усредняете по распределению Ну не самому изящному из всех трех Минус β И здесь Е n минус μ n То есть вот вы написали честное усреднение Вот вы написали честное усреднение Так, ну а теперь Самый что ни на есть удобный метод Дифференцирования по параметру В принципе должен быть Вами высмотрен Значит, равно равно Единица на z с волной Нетронутая Так, какой дифференциальный оператор Опускает вам в строку n И не оставляет больше за собой ничего Действуя на эту экспоненту Ну, я его сразу напишу Это θ на d по dμ Ну, дифференцируя по dμ Вы опустите в строку n Но у вас останется лишнее θ в знаменателе Эту θ вы убиваете И у вас все как надо Согласны с этим? Так, тогда θ на d по dμ И вы применяете это дифференцирование По параметру В сумме n и n И здесь е степени минус бета Е n Ой, минус бета Е n Минус μ n Минус μ n Так, дальше запишем Это изящно Или как бы более-менее элегантно Единица на z с волной Нетронутая θ d по dμ От z с волной От z с волной Или иначе говоря Для n среднего Вы получаете результат Ну, совсем красиво записанный Правда, от этой красоты пользы никакой нет Но зато Тета На d по dμ Но здесь у вас логарифмическая производная Поэтому Логарифм z Логарифм z с волной От логарифма z с волной Тета на d по dμ От логарифма z с волной Замечания 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 Ну, отметим Что в термодинамических потенциалах То есть новый ли для нас это результат Короче говоря, что n среднее Это есть как тета на d по dμ От какого-то логарифма z с волной Это новое Или в принципе это Как бы Уже у нас было Поэтому отметим себе Вы только что обнаружили Что связь с макроскопикой У статсумы Большого канонического Гипса Есть минус тета Логарифм z с волной Ну, соответственно Подставляя Сюда Эту омегу При постоянной тета У вас берется Производная Вы обнаруживаете Что вы Воспроизвели Фактически Термодинамический результат То есть он для вас В этом смысле не новый То есть подставляя Эту омегу Ну, новую, правда Омегу В прежнюю формулу Вы сразу воспроизводите Этот результат Так, ну это-то замечательно Конечно, но мы едем дальше Нам же нужно добраться До дисперсии Значит, n квадрат среднее n квадрат среднее n квадрат среднее По определению Это единица на z с волной Единица на z с волной Сумма по n и n И здесь n квадрат в строке n квадрат в строке E в степени Минус бета Ну, та же самая экспонента Значит, е n Е n минус мю n Минус мю n Так, применяем Тот же самый дифференциальный То же самое дифференцирование По параметру Все то же самое Так, значит, единица на z с волной Нетронутая Так, значит, θ на d по d мю θ на d по d мю Но только от того, что уже n в строке содержит Потому что иначе у вас не набежит n квадрат Тогда здесь сумма по n и n Здесь у вас n Е в степени Минус бета И здесь е n Минус мю n Так, а вот дальше идет трюк То есть, который, если не обозначить, что это трюк Вы запутаетесь в этих вычислениях, откуда это взялось Поэтому прямо напишите где-нибудь между этими знаками равенства Вот первым, вот этим и следующим Прямо напишите трюк Потому что шаг нетривиальный дальше идет Мы заменим всю вот эту сумму Всю вот эту сумму Из-за выражения для n среднего То есть мы заменим всю вот эту сумму На n среднее умножить на z с волной Мы заменим всю вот эту сумму на n среднее умножить на z с волной Поэтому отметьте себе, что это мероприятие здесь провернуто И тогда дальше у вас получается Итого, вот эта вещь у вас становится n Ой, так, n среднее, как я там писал, n круглое n круглое на z с волной n круглое на z с волной И тогда здесь у вас получается равно Так, равно И дальше у вас Ну вот дальше изящно Значит, единица на z с волной Единица на z с волной Тета на d по d мю И это применяется К n круглое на z с волной К n круглое на z с волной Берете производную произведение без всяких хитростей Значит, ну давайте напишем Единица на z с волной Тета Производная первого, не нетронутый второй Dn по d мю И на z с волной И плюс И плюс Единица на z с волной Единица на z с волной Тета Так, n нетронутые Dz с волной По d мю Dz с волной По d мю Если где-то вам кажется, что у меня z то большое, то маленькое Это одно и то же z Z большое с волной Просто как рука пишет, так и пишет уже на доске Так, значит, здесь z у вас сокращается Здесь z у вас сокращается Так, и тогда у вас получается Равно Тета На dn круглое по d мю На dn круглое по d мю А здесь у вас получается так Плюс n тета Давайте так, напишу аккуратно Плюс n вынесу Ну, точнее, не вынесу А первым сомножителем напишу Плюс n А дальше тета Тета D по d мю D по d мю Но здесь единица на z Dz по d мю Это логарифмическая производная Поэтому здесь Точнее, производная от логарифма Поэтому здесь d по d мю Если уж всем говорится строго D по d мю От логарифма z с волной От логарифма z с волной Производная от логарифма Так, а вот теперь Что называется Вспомним все Тета на d по d мю От логарифма z с волной Это что? По написанному недавно Это n среднее тоже Поэтому подчеркните себе Подчеркните себе Что мы получаем Я прямо вот Чтобы вы не запутались Тета на d n подымю Но это ладно Тета на d n подымю А здесь у вас было n А это тоже n n среднее Поэтому я так и напишу Плюс n Ну, понятно, что n квадратный Я подчеркну, что у нас n второе Выделилось просто Так, тогда Тогда Ну, давайте скажем Значит, подытоживаем Для дисперсии Хотя нет, не подытоживаем еще Для дисперсии Числа частиц Получаем результат Для дисперсии Числа частиц Получаем результат Дельта n квадрат Дельта n квадрат среднее Так, выстраиваете n квадрат среднее Минус n среднее в квадрате Так, значит, первое слагаемое Расписано уже подробнее некуда Значит, это тета Дн круглое По дмю И здесь у вас Плюс n квадрат Круглое И минус n среднее в квадрате То есть минус n круглое в квадрате n у вас ушло У вас получается результат Тета На дн Тета на дн По дмю При постоянных, соответственно Остальных тета и в Потому что вы работаете В формализме Большого канонического Отпределения гипса Там у вас тета и в Фиксировано И здесь Ну, и того Вы получили Давайте подчеркнем Что вы получили результат Для дисперсии Полного числа частиц Так, этот результат Можно поупрощать Несколько раз И вот этим упрощением Я уже займусь На другой части доски Давайте отметим Так как у вас Концентрация Перешел, значит, на эту доску Уже быстро так Значит, концентрация Это есть n делить на v Не забываем, что называется Да? То дисперсия у вас Получает еще и такой вид Дельта n квадрат средняя И здесь у вас Так, значит, тета v Тета v И здесь Дn по dμ Дn по dμ И здесь При фиксированной Температуре Для относительно Для относительной флуктуации Числа частиц Средняя К средняя К среднему значению У нас вот под рукой Вот под рукой Значит, у нас здесь Корень из v Живет Здесь у вас v Живет Поэтому внизу Останется единица На корень из v Внизу останется Единица на корень из v И вот эту вот Одну n Которая у вас Живет В знаменателе Мы Под корень занесем Поэтому давайте Я прям так и напишу Значит, здесь у вас Останется тета Тета на dn По dμ При фиксированном Там тета И вот эту вот Единственную n Мы заносим Под корень Стрелочку напишу Мы заносим Чтобы было ясно Что происходит Тогда у вас Получается Единица на корень Дальше все просто Единица на корень из v Единица на корень из v Так, здесь у вас Тета Выделю прям n на n Чтобы n квадратный писать И здесь dn По dμ При постоянной температуре Так, опять у вас Здесь вырисовывается Производная от логарифма То есть единица на корень из v Единица на корень из v Так, тета на n Одну оставляем Тет нейтрон Тета на n Не тронутая Ну а второе Используем в корыстных целях Тогда у вас Здесь получается d логарифм n d логарифм n По dμ d логарифм n По dμ Итого у вас Получается Еще один вид ответа Для Ну в данном случае Относительной Флуктуации Значит Если вы вынесете Отсюда Обратно Корень из n У вас здесь У вас здесь набежит Единица на корень из n Круглое термодинамическое А здесь останется корень из тета d логарифм n По dm То есть И к такому виду До такого вида Можно симпатично Достаточно Привести Выражение Для Относительной Флуктуации Но и это еще не все Так что терпите дальше Значит Давайте я скажу Следующие слова Полученный результат Для дисперсии Только Полученный результат Для дисперсии Полученный результат Для дисперсии Можно выразить Через термическое уравнение состояния системы Что важно Полученный результат Для дисперсии То есть не этот Можно выразить Через термическое уравнение состояния системы И вот эта формула Которую я сейчас получу Напишите прямо Что получаем формулу Следующего года Она нам понадобится в следующем году Прямо напишите Формула 2018 года Ну даже могу сказать Где пригодится Напишите себе Пригодится для флуктуаций Прямо пометьте себе Что формула Которую мы сейчас получим Пригодится для флуктуаций В теории флуктуации В 2018 году Я буду на нее Ну если Не знаю уж на лекции Или на семинаре Но я буду на нее ссылаться Так значит Полученный результат Можно довести До удобного вида Через уравнение состояния Выразив Ну давайте Значит Пусть у нас дано Термическое уравнение состояния П от тета и В Не забываем Что В Удельное Это В делить на Н Поэтому число частиц Там живет Дальше Не забываем Что Выражение для Дмю Мы знаем Сейчас понадобится нам Оно у нас есть Минус С На Д тета Плюс В на ДП Плюс В на ДП Эти две вещи Вспомогательные Сейчас нам понадобится Ну вспомогательные П просто считается нам дано А вот эту вот вспомогательную Я написал Так Значит Возимся с такой производной Дмю По ДН круглое При постоянных ТТ и В При постоянных ТТ и В Та которая у нас Получилась Вот здесь Вот с этой Только перевернутой То есть вот этой Только перевернутой Ну давайте Нам нужно взять Производную по ДН Значит У вас мю Мю Это функция ТТ и П Поэтому давайте Не забудем Что мю Это у вас функция ТТ и П Мю Это функция ТТ и П Так И тогда я расписываю Честно Эту производную Добираюсь Добираюсь везде До Н Тогда Дмю По ДП Я должен написать Дмю По ДП На ДП По ДН На ДП По ДН На ДП По ДН И вот хочется Написать Плюс Дмю По ДТ На ДТ По ДН Но почему Я это не пишу Ну как бы Хочется ведь Значит Если функция Двух переменных Дмю По ДП По ДП По ДН И дальше хочется Написать Дмю По ДТ На ДТ По ДН Почему вторую штуку Второе слагаемое Я не пишу сразу вообще А? Да Обратите внимание Что здесь у вас Температура Постоянная И поэтому Никакого Никакого ДТ У вас нет вообще Поэтому второго Слагаемого У вас нет Так Дмю По ДП Дмю По ДП Я вам Вспомогательный Написал Это В Удельное Поэтому здесь У вас будет ВКН ВКН И еще осталось У вас Производное Которое мы Отдельно Сейчас распишем ДП По ДН Пока она Не расписана Так Ну давайте ДП По ДН Рассмотрим Отдельно Значит ДП По ДН ДП По ДН Так Прификсированных Тех же ТТ и В Значит так У вас Ну потому что Это частная Производная Там П Зависит от ТТ и В Поэтому Прификсированных Тех же Да Так ДП Тогда у вас Будет здесь Так Значит П Значит Функция Не забываем Это ТТ и В Чтобы под рукой Было Берете Производную Тогда здесь Будет ДП ДП По ДВ На ДВ По ДН На ДВ По ДН На ДВ По ДН Круглые И точно так же Хотелось бы Написать ДТ Но его нет Потому что Это частная Производная Прификсированных Всех остальных А все остальные Это как раз У вас ТТ И Главное для нас ТТ Поэтому Никакого Продолжения У этой формулы Нет Ну и дальше Давайте напишем Равно Тогда Значит ДП По ДВ Остается Нетронутым ДП По ДВ Остается Нетронутым А вот Эта вещь ДВ По ДН Ну это Значит ДП ДН ДП ДН От В К От В К Итого У вас Получается Здесь Так Значит ДП По ДВ Нетронутые И здесь Набегает У вас Достаточно Корявый Результат Значит Минус Единица В строке Минус Единица В строке В Делить На Н Круглое В квадрате Н Кудрявое В квадрате Итого У вас Получается У нас ДПДН При В Фиксированном Ты Почему У нас Призводная ДП По ДВ Остается Так В Удельная Там еще Число Чтиц Зависит Да То есть Когда вы Берете ДВ По ДН У вас В Фиксировано Так Дальше Итого У вас Получается Собираем Результаты Значит Д Мю По ДН ДМю По ДН Так Собираем Значит С самого Начала Это было У нас Вот Тамошнее В на Н В на Н В на Н А дальше У вас Набежало ДП По ДН Расписано Значит Это Минус Единица Минус Единица В на Н Квадрат Тоже Живет И еще ДП По ДВ ДП По ДВ При фиксированной Температуре Тоже Живет Так Ну я здесь Смело Пишу При фиксированной Температуре Потому что Это частная Производная При постоянных Всех остальных Ну если вы В В зафиксировали Удельное То тогда Здесь Тета Фиксировано Итого У вас Получается Здесь Значит Ну теперь Запишем Аккуратно В на Н В на Н Это В Квадрат В квадрат Здесь Н Кудрявое Одно Осталось И здесь Минус ДП По ДВ При фиксированной Температуре И здесь Минус ДП По ДВ При фиксированной Температуре Вот эта Формула Вот ее Подчеркните Это формула 2018 Года Которая Очень полезна Нам будет В теории Флуктуации Уже В следующем Семестре А для Дисперсии А для Дисперсии Мы тогда Получаем Что Дельта Н Квадрат Среднее Что Дельта Н Квадрат Среднее Так Ну Это фактически Перевернутый Результат Который у нас Там был В дисперсии Там было ДН Поднимю В строке Поэтому Здесь у нас Получается Тогда для Дисперсии Н В строке Тета В числителе Здесь Тогда у вас В квадрат В квадрат И здесь Минус ДП По ДВ При постоянной Температуре То есть Вот у вас Результат Который выражает Дисперсию Числа частиц По большому Каноническому Распределению Гипса Рассчитанную Через Термическое Уравнение Состоянием Так Ну давайте Теперь скажем Некоторое Замечание Потому что Мы подходим К концу Рассказа Про Большое Каноническое Отпределение Гипса Если построить График Вида Распределения Вида Функции Распределения В масштабе Н Прямое К Н Сейчас мы Я нарисую Качественно Если построить График Функции Распределения В масштабе Н Прямое К Н Круглому Для системы Воображаемых Стенках Для системы Воображаемых Стенках То Наш Разброс Дельта Н По числу Частиц Наш Разброс Дельта Н Обратите внимание Это другая величина Это не Дельта Н Внизу То есть Это неотносительная Флуктуация Наш разброс По числу Частиц Мы Отождествим С корнем Из Дисперсии Которую Мы рассчитали Ну логично Разброс Отождествить С корнем Из дисперсии Тогда В масштабе К среднему Числу Частиц Вы получаете Что Дельта Н В этом масштабе К н Среднему К н Среднему То есть Давайте Я вот это Обозначу Что это у нас То же самое Фактически Дельта Н Это у нас Если это Разброс Дисперсии А масштаб Взять Единица на Н То это Фактически Ну здесь я приближенно Написал Это фактически Та же самая Относительная Флуктуация Дельта Н Которая ведет Себя Как мы Видели Как единица На корень Из n Как единица На корень Из n Круглое Термодинамическое И тогда Если рисовать Ну не столько Важно Как бы эти детали Но я их Аккуратно Привел То тогда Картинка Выглядит Следующим Образом Давайте Я ее Нарисую Значит Вот Здесь у нас Будет Откладываться WN Давайте Еще раз Скажу Что я рисую Нарисуем Вид функции Распределение В масштабе N прямое Которая бежит К N среднему Для системы В воображаемых стенках То есть здесь Масштаб у нас N прямое К N среднему Тогда При Достаточно Большом N Скажем так У нас Все аналогично Прежним Случаем То есть у нас Ну вот здесь Я знаю Как бы Где я адаптирую Свою речь Как бы Но Для общего курса Наверное Как бы Все-таки Это пойдет У нас Гаус У нас Гаус Который Живет В Около Ну Значит Который Живет Максимум Которого Живет В точке Единичка То есть там Где у нас N прямое Совпадает С N средним У нас Гауссовское Распределение То есть мы Я просто качественно Рисую Потому что Уже аналитические Времени в курсе Никогда нет Получить Это аналитические И отметить себе Что хвосты Этого распределения Отвечают Маловероятным Реализациям Это очевидно Что хвосты Этого распределения Отвечают Маловероятным Реализациям А разброс Который Так мучительно Я здесь Строил Около Этой Единицы Ну вот Он наш Разброс Который В масштабе Который В масштабе Который Мы здесь Ввели Значит Это у нас Дельта С индексом N Это у нас Дельта С индексом N То есть Этот разброс Я сюда Вынес Так ладно Пять минут перерыв Подытоживая Мысли Про Все Распределения Потому что Мы сейчас будем Финишировать Со всеми Распределениями Поэтому давайте Так и напишем Ну какой-нибудь Такой подзаголовок Напишите Вспомнить Все Как Шварценеггер Вспомнить Все Если Или это уже Кто в ваше время Играл Колин Фаррелл Ну в общем Вспомнить Все Вспомнить Все Мы получали Мы получали Что Относительная Флуктуация Энергии Была Значит То есть Корень Из дисперсии Энергии К среднему Значению Мы получали Вела себя Как единица На корень Из n И ведла себя Как единица На корень Из n Там в каноническом Распределении Там n Было Здесь не принципиально Главное Там было n Точное Как бы Поштучное Мы получили Только что Что относительная Флуктуация Числа частиц Ведет себя Как единица На корень Единица На корень Из n Среднее То есть n Термодинамическое На самом деле В этом много Удивительного Поэтому давайте Прямо Подчеркнем Это удивительное Ну вот Я максимально Это проговорю То есть То есть Что это значит Относительная Про верхнюю формулу Говорю То есть Относительная Флуктуация Энергии То есть Относительная Флуктуация Энергии Очень мала Очень мала И вообще-то говоря Стремится к нулю При большом числе частиц И вообще-то говоря Стремится к нулю При большом числе частиц И вообще-то говоря Стремится к нулю При большом числе частиц Малость Величины относительные флуктуации означает, малость величины относительные флуктуации означает, а вот дальше на самом деле удивительный факт, малость величины относительные флуктуации означает, что значение энергии, что значение энергии системы, живущей в термостате, то есть энергия, у которой не фиксировано, что значение энергии системы, живущей в термостате, сколько-нибудь отличные значения, сколько-нибудь отличные от средней энергии, что значение энергии системы в термостате, то есть там энергия не фиксирована, Сколько-нибудь отличные от средней энергии, чрезвычайно маловероятные На самом деле удивительный факт, потому что у вас система не в двойных стенках Чрезвычайно маловероятные То есть, чрезвычайно маловероятные То есть, система ведет себя практически как изолированная То есть, разброс по энергии маленький То есть, система ведет себя практически как изолированная В этом смысле часто говорят во многих книгах Поэтому отметьте себе, именно в этом смысле проявляется эквивалентность, когда они говорят, в этом смысле проявляется эквивалентность канонического и микроканонического распределений. В этом смысле проявляется эквивалентность канонического и микроканонического распределений, но у одного энергия фиксирована вообще, там в двойной стенке какой-то слой позволен только ей этой энергии быть, а в втором случае энергия не фиксирована, но все равно очень узкий слой. В этом смысле проявляется эквивалентность канонического и микроканонического распределений. Аналогичные рассуждения точно такие же. Аналогичные рассуждения можно привести для эквивалентности большого канонического и канонического распределений. Аналогичное рассуждение можно привести для эквивалентности большого канонического и канонического распределений, что здесь в большом каноническом тоже вероятность отклониться от среднего значения, хотя число частиц в системе не фиксировано, она задана воображаемыми стенками, чрезвычайно мала. Так, ну и наверное стоит вас спросить, раз мы заговорили об эквивалентности этих распределений, то есть вроде как не фиксируем число частиц, но разброс по нему мал, не фиксируем энергию, но разброс по ней мал. С чем это связано концептуально, исходя из наших предыдущих идей, на ваш взгляд? Ну здесь вообще все про равновесие, поэтому как бы еще бы послушал. Здесь вообще теория равновесных систем. Еще вот с чем, на ваш взгляд? То есть почему так? То есть с чем это, по крайней мере, ну я не знаю, не то что объясняется, но связано точно. Что вдруг для всех, для распределений мы получаем, то есть у нас открытая система, ну открытые, воображаемые стенки, а разброс по числу частиц маленький. То есть как будто она в замкнутых стенках, потому что вероятность отклониться от н среднего мала. То есть вот это неожиданно, ну на мой взгляд. С чем это может быть связано? Ну непростой вопрос на самом деле, но хоть что-нибудь спродуцируете. Мне кажется, с энтропией это универсальный ответ на все. То есть как бы, то есть если спросить, с чем это связано с энтропией, то преподаватель сам задумывается и подумает, а может оно и так как бы. А еще? Как ты говоришь, так говоря, имейте в виду, что это универсальный ответ на все. С чем это связано с энтропией? Может быть как бы. Так, а еще? Ну здесь же число частиц, еще тоже, тоже разброс по числу частиц маленький. Еще бы послушал. А? Нет, ну формы пика я здесь вам не выводил, поэтому как бы я просто качественно нарисовал. А вот прям концептуально. Почему так вот? Открытая система, разброс по числу частиц маленький. Энергия не фиксирована, разброс маленький. Как-то неожиданно. Ну, получается, температуру задавали. Да, есть фиксированный параметр. Ну температуру задавали, и что? А? Сразу скажу. Макроскопики определяются среди семинарами, чем температура, а экологически. Я, по-моему, говорил на семинаре, что так некрасиво говорить, нет? Ну да. Ну да, но в смысле нет. Так, ладно, тогда оставлю ответ при себе, потому что вы на самом деле более-менее близкий ответ к этой проблематике на самом деле в этом году не спродуцировали. Ну ладно, как бы так. Нет, пока ничего такого разумного я не услышал. С чем связана эквивалентность ансамблей по-разному заданных систем? То есть вот когда мы говорим об эквивалентности, в том смысле, в котором я сказал, с чем она может быть связана. Так, ну напишите, итоги. Итоги. Итоги или путь расчета. Итоги или путь расчета по схеме большого канонического распределения гипса. Итоги или путь расчета по схеме большого канонического распределения гипса. Я вообще считаю, что есть два универсальных ответа. Если спросить спящего студента, который вообще не смотрит на доску, на семинаре, чего не хватает на доске, то универсальный ответ нормировки, я считаю. То есть любой просыпающийся студент на автомате отвечает в нормировке. А здесь, да, вот здесь, наверное, универсальный ответ на все. Это связано с энтропией. Вполне возможно. Так, значит, заметим, что Z с волной статсумму большого канонического распределения гипса. Заметим, что Z с волной, значит, от тета, х и мю зависящую. От тета, х и мю зависящую. Мы можем записать еще и в виде. Давайте я напишу. Ну, формально, конечно, сумма по n от нуля до бесконечности, ну, как бы, этот ноль формален, но зато удобен, когда так сумму пишешь. Ну, на мой взгляд, экспонента, здесь тогда мюк тета, мюк тета на n, мюк тета на n, и здесь тогда сумма по n, ну, у нас же двойная сумма была, если в нее вдуматься, да, расписать, то здесь тогда сумма по n, экспонента, 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 а здесь под экспонентой минус e n, не забывайте писать от n, большого к тета, равно... Так, ну, к чему я это все веду? Что первая сумма от формального нуля до бесконечности, это, конечно, новая часть экспонента мюк тета на n, а вот вторая часть вам знакома, это статсумма какого распределения? Канонического, поэтому отметьте себе, что это статсумма, которая у нас была обозначена просто z, ну, тогда она зависит от тета, x и n, то есть от n зависимость у вас остается. То есть это статсумма канонического распределения гипсона. Так, не забываем про выход на макроскопику, лишний раз не поленюсь написать, что вся эта схема не висит в воздухе, а связана с макроскопикой через омегу. Минус тета, и здесь логарифм z с волной, от тета x и мю. От тета x и мю. Так, и того, значит, что, какова же схема расчета? Она на самом деле, если в нее вдуматься, неподъемная, но как бы зато ее можно формально сказать. Пункт первый. Решить уравнение Шрёдингера. Решить уравнение Шрёдингера. Давайте я его напишу, подчеркнув, что для каждого n. Решить уравнение Шрёдингера для каждого n. Значит, здесь e n от n на psi n от n. Подчеркнул везде, что решить уравнение Шрёдингера для каждого значения n. Следующим этапом, если у вас оно решено рассчитать большую каноническую статсуму или статсуму большого канонического распределения гипса. Следующим этапом рассчитать большую каноническую статсуму. Ну и следующим этапом, найдя омега, найдя омега, по омега рассчитать всё, что по нему рассчитывается сразу. То есть, например, S есть минус d омега по d тета, прификсированных v, a и мю. n, термодинамическое, круглое, это есть минус d омега, ну и так далее, это формула термодинамических потенциалов. Минус d омега по d мю, прификсированных тета, v и a. И единственный нюанс, который здесь остаётся неприятный, состоит в том, что нужно пересчитывать от переменных неудобных, тета, x и мю, в которых всё это происходит, к переменным удобным, которыми считаются тета, x и n. Здесь пересчёт нужен. Поэтому, ну, пересчёт стандартен, у вас есть выражение для n, я его опять перепишу, давайте перепишу, n как минус d омега по d мю. Отсюда из него выражаете или разрешаете его, выкручиваете из него мю, как функцию всего остального, а мю как функция всего остального, это функция тета, x и n. Это функция тета, x и n. И тогда, если такая операция сделана, то это позволяет вам исключить мю из всех результатов дальнейших. То есть, ну, давайте дальше я уже не буду писать, потому что понятно, о чём я говорю. То есть, если у вас получается выражение с мю, а оно выражено через тета, x и n, то тогда у вас окончательное выражение для чего-то получится действительно в удобных переменных тета, x и n. Просто немножко сокращу, уже понятно, о чём бы я сейчас говорил. Поэтому на этом мы заканчиваем вообще всю историю про распределение гипса. Я надеюсь, что на данном этапе вы хотя бы помните, сколько их. Что их три. Так, но на самом деле их четыре. Про четвёртый я не рассказывал. Так, значит, и мы переходим к новой теме. То есть, не успели мы уйти в квантовое описание, мы возвращаемся в квазиклассику. Ну, поэтому напишите себе. Но на первом этапе попроще, чем вот эти вот распределения. Короче говоря, подзаголовок. Переход к статистической механике классических систем. То есть, мы сейчас попытаемся уйти в квазиклассику. Переход к статистической механике классических систем. И тут же напишите в продолжении этого подзаголовка критерий применимости критерий применимости классического приближения. Критерий применимости классического приближения. Критерий применимости классического приближения. Отметим себе, что универсального критерия, это важная мысль, универсального критерия Классичности системы не существует Некоторого универсального критерия Классичности системы не существует Его надо формулировать Важная мысль, потому что это у нас потом всплывет Его надо формулировать По отношению к каждому отдельному виду микроскопического движения Его надо формулировать По отношению к каждому отдельному виду микроскопического движения Универсального нет И сейчас, давайте пункт первый я напишу после всех этих слов Пункт первый И сейчас мы будем рассматривать только трансляционное движение И сейчас мы будем рассматривать только трансляционное движение Трансляционное это синоним какого? Поступательного Да, ну одно и то же Мы будем рассматривать трансляционное движение Н одинаковых частиц Н одинаковых частиц Н одинаковых частиц И давайте я нарисую некоторую картинку, ну качественную Потом ее откомментирую То есть переход квазиклассики, сейчас я его нарисую как-то условно, а потом откомментирую. То есть здесь у вас есть, потом строже скажу, здесь у вас есть непрерывное некоторое распределение ПСИ по модулю в квадрате. Здесь у вас уже разбивается на пакеты все это дело, а следующим этапом у вас все это превращается в модель частичек. И вот этот вот переход квазиклассики я сейчас откомментирую, мы пойдем дальше. Если, то есть я нарисовал постепенный переход в квазиклассик, вот это промежуточный некоторый этап, когда образовываются пакеты, но они еще как бы близки друг к другу. Так, если состояние нашей системы задано с помощью волновой функции, ну в самом общем случае ПСИ, АТР1 и так далее, ДРН и Т, и мы имеем размазанное распределение для, ну кратко напишу, для ПСИ по модулю в квадрате, для этой же ПСИ по модулю в квадрате, и мы имеем размазанное распределение для ПСИ по модулю в квадрате, то это вырожденный случай, то есть существенно квантовый, то это вырожденный случай, существенно квантовый, не путать с вырождением уровней. То есть это имеется в виду, что система описывается квантовым формализмом, то есть на основе квантовой теории. Дальше у вас наступает некоторый промежуточный этап расфасовки всего этого дела на волновые пакеты, а дальше у вас происходит уход в классику или в квазиклассику, как хотите, можете синонимично это воспринимать или нет. Вот только давайте отметим, что, то есть вот это вот уже точно классика, это вот классика, вот это вот некоторый переход классики, но давайте отметим, как бы это все замечательно, а как он происходит с точки зрения подхода нашего. Поэтому давайте скажем, переход к классическому описанию, переход к классическому описанию, ну формально говоря, это не постоянная планка, перечеркнутая, допустим, к нулю, ну потому что постоянная, это все-таки постоянная. Вот, и поэтому как бы надо относиться с некоторым уважением к планку его постоянной, потому что, ну да, конечно, но все-таки постоянная, ну как она постоянная, куда мы там ее можем устремлять. Значит, поэтому переход к классическому описанию, строго говоря, это не h идет к нулю, так как h – постоянная планка, да, а требование, которое мы сформулируем следующим образом, что лямбда, вот такая перечеркнутая, лямбда к характерной длине идет к нулю, а лямбда к характерной длине идет к нулю, где лямбда перечеркнутая, ну не трудно догадаться, что это. Если у вас квантовая теория была, то не трудно догадаться, что это, и как бы если история про волновые пакеты, которые все меньше и меньше перекрываются, то это что? А? Да, совершенно верно. Значит, лямбда с чертой, напишите себе, это длина волны Дебройля, длина волны Дебройля, так, Дебройль, Дебройль, так, Дебройль, 1924 год, длина волны Дебройля, а в качестве L, тут тоже можно взять характерные L разные, а в качестве L, то есть некоторой характерной длины, в качестве L выберем расстояние, что логично, выберем расстояние между частицами и назовем его в качестве L, выбрав расстояние между частицами, назовем его R1,2. В качестве L выберем расстояние между частицами, назовем его R1,2. Так, длина волны Дебройля, так, длина волны Дебройля, так, значит, это H, и здесь у вас P, или H, и здесь у вас тогда M на V, и вам сейчас придется, вот не путать только с удельным объемом, это скорость. Давайте, не перепутаете, тогда я ставлю такое V, или могу написать такое V, которое больше похоже на скорость. Вам какое написать? Итого, значит, критерием классичности получается тогда вот просто из общих соображений следующее соотношение, что длина волны Дебройля, но это должно выполняться в некотором среднем, потому что частицы-то у вас движутся, поэтому в некотором среднем много меньше, много меньше, R1, 2, среднее. Но R1, 2, среднее, тут как бы особо не навычисляешься, это корень кубический из V к N, то есть это некоторое характерное расстояние A, это можно сразу сказать. Поэтому отметьте себе, что это условие, что лямбда много меньше R, не может выполняться всегда, не может выполняться всегда, потребуем, чтобы оно выполнялось в некотором среднем, и тогда условие распадения на пакеты выглядит у нас следующим образом, условие распадения на пакеты выглядит следующим образом, но оно не помогает ничем в таком виде, или критерий классичности, можете написать. Короче говоря, отметьте себе, что критерий классичности или условия распадения на пакеты у вас выглядят следующим образом. Но трудно использовать такое, ну и что, оно очевидное достаточно. Поэтому мы сейчас попытаемся, как ни странно, сформулировать критерий классичности по отношению к температуре, что необычно, на самом деле, звучит с первого раза. Поэтому для подсчета среднего, который у вас здесь живет, вот здесь живет, для подсчета среднего, а там у вас живет V в минус первой, потому что у вас там как раз V в минус первой степени в волне Дебройля живет. Выберем распределение по модулю скорости. На семинарах уже, наверное, вы это рассчитывали. То есть, короче говоря, давайте я напишу, что лямбда, длина волны Дебройля, средненькая, это у вас получается, если ее вычислять, то V в минус первой это по Максвеллу. V в минус первой это по Максвеллу, ну, по равновесному распределению, по скоростям. V в минус первой по Максвеллу. Тут я краду из будущего, недалекого, но потому что Максвелла удобно выводить из квазиклассического распределения или классического распределения гипса, поэтому Максвелл будет чуть позже. И здесь я краду из будущего результат для V в минус первого по Максвеллу, но он не секрет, это H к М, H к М, и здесь у вас корень из 2 М на 5 тетта. Это как бы, ну, мы получали на семинарах, это мы уже все получали на семинарах, что V минус первое это корень из 2 М на 5 тетта. Вот этот весь корень, но у нас оценка, все-таки оценка, которую мы пытаемся прицепить к температуре. Поэтому раз оценка, то мы вот весь вот этот корень из 2 П на М пренебрежительно отождествим с единицей, пренебрежительно отождествим с единицей, оценивая, и тогда у вас получается, что H, здесь у вас внизу живет корень из М и корень из тетта, корень из М и корень из тетта, должно быть много меньше, но R1,2 это у нас корень кубический, много меньше расстояния между частицами характерного, корень кубический из V к N, корень кубический из V к N. Так, и, собственно говоря, вот отсюда и больше ниоткуда мы должны выкрутить условия на тету. То есть выражаете прямо из вот этого неравенства условия, наложенные на температуру. Но вот эту алгебру я пропущу, как бы я вас не обману, и вы получаете, что отсюда... Так, я чуть прокручу доску. И вы получаете, что отсюда условия, наложенные на температуру, выглядят следующим образом. Условия классичности, критерий классичности. Что температура должна быть много больше. Так, H квадрат на M, а там у вас, значит, живет N кв в степени 2 третьих. N кв в степени 2 третьих. Вот это очень важный результат, который в дальнейшем будет очень часто использоваться. Что перед вами... Напишите, критерий классичности. Возник критерий классичности. N частиц. Критерий классичности. N частиц. Или условия статистической невырожденности. И так и так говорят. Критерий классичности. Системы N большой частиц. Или условия статистической невырожденности. Ну, то же самое. Системы N частиц. По отношению к трансляционному движению. И только. По отношению к трансляционному движению. И только. По отношению к трансляционному движению. И только. Температура θ0 характерная. И здесь возникающая. То есть, H квадрат на M. И здесь N кв в степени 2 третьих. Которая очень много где у нас в дальнейшем будет встречаться. До глубокого декабря. Называется температурой статистического вырождения. Температура θ0. Возникшая здесь. Называется температурой статистического вырождения. Температура и статистического вырождения Так, давайте следующий Ну это только начало ухода в квазиклассику Самое, я бы сказал, начало Поэтому давайте следующий подзаголовок Ну давайте так и напишем Потому что сейчас я буду рассказывать буквально, что на что меняется Поэтому так и напишите Уходя в квазиклассику Уходя в квазиклассику Так и напишите подзаголовок Уходя в квазиклассику Если у нас есть Уходя в квазиклассику Если у нас есть Вот пусть у нас есть слева квантовое описание Квантовое описание А справа классическое А справа классическое Ну и классическое Квантовое описание, классическое описание То теперь, значит, если здесь прямо вот Ну, прямо напишу, что на что как бы меняется концептуально Значит, если здесь у нас была волновая функция Ну, дай бог, чтобы она была нам известна, как бы абсолютно точно Если у нас была волновая функция Пси от r1 и так далее, rn и t То здесь, в классическом описании Мы имеем дело с точкой То здесь мы имеем дело с точкой в фазовом пространстве Шестенмерном, с точкой p и q Очень информативный, потому что в ней живет Информация о всех импульсах частиц И о всех координатах частиц r1 и так далее, rn Если в квантовом описании Ну, так, набросками, да, подходя к этому вопросу Если в квантовом описании вы имели дело Со средними динамических величин Которые у вас были в обкладках волновой функции Псикатая комплексно сопряженная И здесь у вас был оператор Представляющий эту динамическую величину На псикатая, да, то теперь у вас динамические переменные Снова становятся классическими То есть я напишу некоторые функции от q и p Динамические переменные снова становятся классическими Уровень энергии дискретный, который был, конечно, энергии Но все-таки как-то было не комфортно Она какая-то там дискретная была Энергия заменяется у вас просто Ну, если вы живете в фазовом пространстве И в истории про p и q Заменяется на гамильтониан Зависящий от p и q Заменяется на гамильтониан, зависящий от p и q Суммирование, которое жило в квантомом описании В статсумах, к примеру Только что у вас жило суммирование По микроскопическим состояниям Уже без отождествления там по волновым функциям Или по уровням энергии Если есть вырождение, если нет вырождения Оно заменяется на интеграл Давайте я нарисую стрелки Оно заменяется на интеграл По фазовому пространству dqdp dqdp И остается вопрос Во всем этом построении Ну, не единственный, конечно Но первый, который всплывает Поэтому отметьте себе Остается вопрос Сколько А вы вообще успеваете фиксировать то, что я говорю? Или мне притормозить? Остается вопрос Сколько квантовых состояний Или зададимся вопросом Сколько квантовых состояний Приходится на элемент dp При переходе к интегралу Приходится на элемент dp dq Приходится на элемент dp dq Я люблю писать dp dq Поэтому исправлю из педантичности Приходится на элемент dp dq Сколько квантовых состояний Приходится на элемент dp dq Но это не новость Поэтому давайте сразу и ответим Значит Это число Согласно То есть это не наше достижение Согласно квазиклассическому приближению Квантовой механики Это число Согласно квазиклассическому приближению Квантовой механики Которое мы здесь используем В удобном нам виде Есть dγ, я его обозначу dγ Так, это произведение По всем частичкам От единицы до n Произведение по всем частичкам От единицы до n Так, γ и t Пока непонятно что Здесь у вас dp и t dp и t dR и t dp и t dR и t И здесь 2π 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 П уже рука не пишет 2π h в кубе 2π h в кубе Но подразумевается, конечно, что 2π h в кубе Перемножается со всеми Это произведение же у вас Перемножается со всеми теми конструкциями Вместе, которые у вас Под произведением живут Так, где γ 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 Число внутренних, чисто квантовых степеней свободы Которое в этом построении невозможно просто никак учесть, как просто множителем в строке Число чисто квантовых внутренних степеней свободы Которое просто невозможно никак учесть, как вот этим множителем в строке Но смысл на самом деле достаточно прост у этой гаммы, как правило Ну, например, для электрона гамма чему будет равна, если это внутренние степени свободы? Да, гамма для электрона будет равна двоечке. Дальше я могу вас запутать, или вы можете запутаться, потому что я могу спросить, а чему будет равна гамма для фотона? Опа, и здесь возникла тишина. Чему равна гамма для фотона? Для электрона двойка? А для фотона? Почему? Да, для фотона, да, отметьте себе, к примеру, что для фотона у вас тоже будет двойка. Ну, к примеру, как бы проговорили, да, хотя бы, про что эта история. Дальше, ну давайте следующий подзаголовок как бы ведем, так вот постепенно переходя к другому описанию. Давайте скажу такой подзаголовок, дальше хотел рассказать, чем получается, ну ладно. Напишите, принцип тождественности, частиц в квантовой теории и классической механики. Но здесь нюансов много, поэтому я, и они вот проговариваются на уровне понимания, сколько ты там не рисуете фазовое пространство, я считаю. В классической физике, прямо отметьте себе, в классической физике тождественные частицы можно пронумеровать, можно пронумеровать, как любые классические объекты и сделать их различимыми. То есть, классическая теория, ну напишите себе какие-нибудь, и сделать их различимыми. Ну то есть, к примеру, это, ну например, я не знаю, пользуетесь ли вы еще в вашем поколении гардеробом в Цоколе, но раньше там выдавали номерки, вот, не знаю, выдают сейчас или нет, как бы раньше там выдавали номерки. Вот, поэтому, значит, классическая система это гардероб, у которого N, ну для простоты есть одинаковых жетонов, но с номерами, допустим, с первого по 10 в 23-й, то есть это вот классическая система. Это классическая система, это футболисты с номерами на спине у них. Нет, футболистов 22. Вот, а вот если мы перейдем в квантовую, если мы перейдем в квантовую механику, давайте отметим, в квантовой механике же, там все посложнее, по запутаннее, да? В квантовой механике же, если вы имеете дело с волновой функцией ПСИАР1, это вектор, ПСИАР1 и так далее, РН и Т, то перед вами, отметьте себе, то перед вами, то перед вами N-частичное состояние системы, то перед вами N-большое частичное состояние системы, определяемое набором, определяемое набором N-аргументов, ну кроме времени, N-аргументов у волновой функции, определяемое набором N-аргументов у волновой функции, но сами частицы не индивидуализированы. Но сами частицы не индивидуализированы И мы никогда не можем сказать, где и какая частица находится и какой там у нее номер Где именно и какая частица находится и какой именно у нее номер Где и какая частица находится и какой именно у нее номер То есть, где и какая частица находится и какой там у нее номер Если вообще его можно присвоить То есть, аналогия совсем другая Это у вас гардероб с N-жетонами С N-жетонами Но без всяких номеров То есть, их просто N и очень много Или у вас футболистов 22 бегают по полю Но номеров у них на спине нет И даже форма у них одинаковая То есть, короче говоря, здесь разные совершенно истории Дальше я собираюсь продолжить мысль Но я не понимаю, успею ли я продолжить Сколько у меня осталось времени? Нет, если минута, я тогда не буду ее продолжать На сегодня все Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому